АПЛОДИСМЕНТЫ Типичный представитель поколения Y из статьи Тима Урбана, с которой может быть кто-то из вас или большинство знакомы. Так же, как и Люси, я верю в собственную уникальность. Так же, как и Люси, я убеждена, что мой газон будет самым зелёным, и рано или поздно на нём появится тот самый мой особенный единорог. Я живу в одном из самых прекрасных городов на планете, который каждый день даёт мне невероятные возможности для развития и развлечений. Я могу свободно перемещаться сквозь границы, путешествовать. У меня есть достаток. Я могу выбирать, что делать, кем быть, где жить, кого слушать, во что верить, кому верить. Но, несмотря на всё это, я так же, как и Люси, очень часто чувствую себя до ужаса несчастной. И совершенно просто понятия не имею, что делать со своей собственной жизнью. Несмотря на два высших образования и даже должность руководителя. Это не спасает. Но в такие моменты меня спасает одно — понимание, что я в этих своих ощущениях не одна. Я работаю в компании образовательной с очень молодым коллективом. Средний возраст наших сотрудников от 20 до 25 лет. Я знаю, некоторые из них есть в зале, поэтому, надеюсь, не будут мне кивать. И поэтому каждый день я окружена такими же, как и я, мальчиками и девочками Люси. Мы совмещаем работу с учёбой, собственными проектами, двумя-тремя хобби. Всё это одновременно. Мы постоянно учим друг друга, посещаем какие-то концерты, выставки, тренинги. И всё равно жалуемся на недостаток развития и мотивации. Мы не готовы связывать себя долгосрочными обязательствами, максимум полгода, потому что свобода — это наше всё. Мы любим страну, в которой мы живём, но мыслим себя скорее как люди мира. И определённо мы хотим семью, но откладываем её с создания на неопределённый срок, потому что сначала нужно реализоваться как личность, посмотреть мир, а потом заработать достаточное количество денег. Но мы такие не потому, что мы просто молоды. Наши родители, наши бабушки и дедушки не были такими же, как и мы в свои 20 и 25. Мы такие, потому что мы родились в одно время, и оно сформировало наши ценности. Мы одно поколение, и это поколение игреков. Теорию поколений впервые сформулировали американские учёные Нейл Хоуф и Вильям Штраус в 1991 году. Они проанализировали историю США и обнаружили периоды, в которые большинство людей, представителей среднего класса, обладают примерно сходными ценностями. Сейчас эта теория широко распространена по всему миру, и согласно ей в настоящее время живут и работают представители пяти поколений. Победители, молчаливое поколение, бэйби-бумеры, поколение Х и поколение Y. И что же, если время рождения и ценности, которые формулируют это время, разделяют нас, представителей, на определенные поколенческие группы, есть ли что-то, что связывает поколение помимо кровных уз? И учёные проанализировали более обширный исторический контекст и обнаружили, что так же, как и история повторяется, поколение повторяется примерно каждые 80 лет. Подобно смене времён года, за один цикл меняется 4 поколения, и каждый человек за свою жизнь проживает в каждом временном сезоне, только в разном возрасте. Получается, что вот этот временной сезон ещё и соответствует определённому историческому контексту. Зима — это период кризиса, весна — это время возрождения и перемен, лето — период стагнации, и, соответственно, осень — время упадка, смены ценностей и приоритетов. И человек, рождаясь в определённом временном сезоне, получает те ценности, которые соответствуют его поколению. И история как бы готовит его к той роли, которую он должен выполнить, чтобы цикл завершился и начался вновь. Учёные всё это рассмотрели и выделили, что двигают историю как бы 4 характера, 4 поколенческих архетипа, которые соответствуют известным архетипам. Это архетипы художника, архетип пророка, архетип странника и архетип героя. Что же это такое, как это работает, давайте посмотрим. Поколение победителей родилось осенью, в период перемен. Две гражданские войны, борьба с эпидемиями, последующий после этого подъём экономики НЭП, соответственно, коллективизация, электрификация, стахановское движение, всё это само бросало вызов этим людям и формировало из них героев. И поэтому мы получили поколение активных людей, достаточно категоричных, жертвенных, приверженных семейным ценностям и той идеологии, которую они создали. Но после осени наступает кризис, а вместе с ним приходит молчаливое поколение. На его долю и на его детство выпало самое тяжёлое время. Поколение пережило и формировало свои ценности во время Второй мировой войны, во время голода, сталинских репрессий, во время разрухи и тяжёлого процесса восстановления страны послевоенного периода. Поколение молчаливое, потому что семьи жили очень тихо и незаметно. Детям приходилось вести такой образ жизни, ведь любой шаг мог привести к каким-то последствиям. И поколение жило в проголодь и формировало запасы, поэтому это наши бабушки и дедушки, которые говорят нам, съешь свою тарелку до конца, ничего нельзя выкидывать. И так или иначе, несмотря на все эти тяготы, это поколение росло на примерах героев поколения предыдущего, поколения победителей. И поэтому их архетип — это художник, чья роль — воспевать заслуги победителей и, соответственно, развивать науку и искусство. Именно молчаливое поколение создало кинематограф в нашей стране. Они первые спробовали антибиотики и синтезированные продукты. И именно молчаливое поколение подняло уровень грамотности в нашей стране и создало Россию как самую читающую страну в мире. После, соответственно, осени у нас наступает лето и на смену поколения... весна, точнее, прошу прощения, у нас уже осень и зима прошла, наступила весна, и вместе с ним, вместе с возрождением приходит самое многочисленное поколение бейби-бумеров. Это поколение с психологией победителей. Их родители выиграли во Второй мировой войне. Человечество запустило в космос Юрия Гагарина. Это поколение послевоенного мира. Единые стандарты обучения и гарантия того, что медицинское обслуживание будет получено, формировало у этих людей ощущение уверенности в завтрашнем дне. И поэтому мы получили поколение с психологией очень оптимистично настроенных людей, которые верили действительно в светлое будущее, которые были ориентированы на личностное развитие и вознаграждение, но вместе с тем они были также и достаточно коллективны, коллективисты. Они обладали большим командным духом, и в принципе им поколение бэби-бумеров было увлечено и культом молодости и спорта. И это поколение пророков, которые должны формировать общественную мораль. И, по-моему, они с этим отлично справились. После лета, после, в общем-то, осени, все время я путаюсь с временами года, наступает лето и период стагнации. Поколение Х. Поколение Х было совсем недавно, и фоном для их становления служили другие исторические события. Это холодная война, это тотальная закрытость мира и границ, это афганская война, это дефицит, это наркотики спид, который появился тогда и волной пронесся по ценностям поколения. Другие аспекты, связанные с очередями, с началом перестройки, все это формировало их как очень независимое поколение, потому что они могли положиться только на себя. И тотальный бум разводов, который тогда прокатился, сделал их представителями поколения с ключом на шее, потому что они должны были делаться сами, сами себя растить. И мы получили поколение прагматиков, которые действительно показали миру, что старая мораль устарела, и на ее месте нужно создавать что-то новое. Они выполнили свою функцию, функцию странников, и подготовили почву для кого? Для поколения Y. Так что ж, друзья, в общем-то мой такой достаточно длинный пространный экскурс в теорию поколений и историю закончился. У меня, знаю, осталось буквально минутка или две, и нужно сказать о сути и морали моего выступления. Если верить теории поколений и архетипов, если верить в цикличность исторических процессов, то нам с вами стоит признать, что поколение Y, мы с вами, это поколение героев. Но я уверена, что я вас не удивила, потому что все мы всегда знали, что мы особенные, правда? Друзья, я работаю в образовательной компании, где молодые герои Y учат новое подрастающее поколение Z, еще совсем не изученное и еще совсем не определенное социологами. И если верить теории поколений, то это будет поколение молчаливых. Но мне не нужны доказательства, чтобы это оправдать. Я часто посещаю современные школы и все чаще замечаю, что на переменах подростки перестали бегать и кричать, ну так как я это делала в детстве, например. Ну не потому, что за ними следят церберы учителя, нет. Они просто не хотят. Им это не очень интересно. Все чаще заглядывая к младшим классам, я вижу, что, более того, они вообще не разговаривают. Поколение молчаливых. Они стоят у стеночек, такие сутулиные, тихие, погруженные каждый в свой собственный персональный гаджет. И молчат поколение молчаливых. Но поколение Z — это первое поколение, которое в нашей стране учится по новым государственным образовательным стандартам. И согласно им, уже сейчас в первом и во втором классе детям не нужно заучивать ответы на вопросы учителя. Они не обязательно пользуются учебниками. Они могут на любой вопрос найти ответ в любом источнике информации, например, в интернете, если это обеспечено в школе. Возможно, это будет первое поколение, которое не будет знать Евгения Онегина наизусть. Зачем учить большие объемы знаний, если на любой вопрос можно найти ответ в интернете, просто четко сформулировав его в Гугле. И дети это делают. Ну, не все так плохо. Если верить теории поколений, поколение молчаливых — это поколение художников, чья роль — развить науку и искусство. И они своими маленькими пальчиками печатают на планшетах вопросы к Гуглу. Они печатают, как сделать так, чтобы старички жили долго. Что будет после смерти? Как сделать так, чтобы у каждого была своя мечта, и люди к ней стремились? Но Гугл не всегда дает ответы на эти вопросы. Для ответов на эти вопросы поколению Z нужны мы. Если верить теории поколений, то наши дети, еще не рожденное поколение альфа, будут пророками. Кому суждено создать новую общественную мораль 21 века и начало третьего тысячелетия? Но здесь, честно говоря, можно выдохнуть, но я лично выдохнула, потому что если верить теории поколений, мои дети будут жить весной, во время подъема, когда все кризисы наконец-то уж пройдут. Но им нужно будет строить новую мораль на тех ценностях, которые мы им передадим. Что мы передадим им? Жить в кайф? Получать максимум от жизни каждый день и как можно больше? Или что-то еще? Друзья, мы игреки, поколение героев. И нам пора совершать свои подвиги. Иначе нашим следующим поколениям, художникам и пророкам, будет нечего воспевать и развивать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok